всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня новый хобби влог кому интересно подобного рода видео оставайтесь со мной и приятного вам просмотра сегодня у меня по плану это метаморфозы кербера за носа ну и не только сегодня по плану а в принципе по плану но я пока не решила что хочу пораскрашивать дело в том что вообще мне бы хотелось проскрашивать вот эту паутинку потому что я в принципе люблю пауков ну я раскрашивать их особо не пробовала вот так жизни я пауков люблю но это затея кажется отменяется потому что потому что вот с этой стороны в будущем когда я буду раскрашивать предполагается водоразмываемые материалы а вот тут паутину я возможно буду красить гелевыми ручками ну черной гелевой ручкой соответственно если я сейчас здесь раскрашу а потом буду красить здесь тут получится неприятность я подумала может быть эту паутину но суть в том что здесь тоже будут водоразмываемые поэтому пока отменяется но в данном случае не это не это я красить не хочу в теории это можно было даже разные хоть одну страничку раскрасить даже не развороты потом а еще я посмотрела на сейчас я вам покажу на что я посмотрела тут есть лошадь просто в одном в одной из раскрасок кербера за нас это вот на таком развороте есть единорог я его раскрашивала мне понравилось как получилось и вы в комментариях сказали что хорошо но мне в принципе все тут нравится но я подумала чё ты мне сейчас вроде бы мне даже все цветочки тут нравится но что-то у меня как-то вот сейчас не тот настрой то есть все в смысле в порядке но у меня не тот настрой который знаете вот располагает прям красить вот это все вот стала листать выбирать вообще у меня кербера за нас вот это я тоже хотела ночью как-то у меня в кербера за носи я обычно быстро выбираю в итоге я решила остановиться вот на такой иллюстрации казалось бы тоже разворот но все-таки наверное раскрашу сейчас только примерно разберусь какими цветами буду красить но обязательно сделаю включение вам покажу я сейчас уже приступила к раскрашиванию вот эту птичку я размыла это пока не размывала вот я как всегда раскрашиваю манделузами значит у меня здесь 69 оттенок светло-серый он самый светлый и мне очень нравится ну можно видеть что она меня уже так это хорошенько использован 71 и также 38 ну слава богу что в манделузах вообще в наборе достаточно серых цветов серых оттенков так и еще розовый я взяла 131 это будет неплохо сочетаться почему вообще розовые почему серый дело в том что здесь совершенно разные птички я думала как это сделать в теории в кербера за носи любые цветовые сочетания будут хороши но мне не очень прям хотелось мега мешанина мне почему-то хотелось чего-то такого чуть чуть более сдержанного поэтому я решила что несмотря на то что все птички здесь разные тут и калибре и там не знаю голуби гуси и лебеди что тут совы есть я решила что пусть это будут серые оттенки но чем-то их нужно было разнообразить в принципе все цвета между собой они сочетаются и серым много чего может сочетаться но по факту какой цвет не возьмем он будет сочетаться с серым но достаточно такие стандартные с чем сочетают но обычно бывает розовый голубой но голубое здесь будет небо поэтому я решила добавить немножко розовинки тем более что почему еще в общем-то розовинка потому что здесь присутствует розы да они тоже могут быть любые но вот это моё моя какая-то ассоциация возникшая от всей этой иллюстрации здесь есть пироженки которые в принципе стандартно тоже могут ассоциироваться там да с чем-то таким розовым опять же бабочки вот конфетки хотя я вообще у кербе я не люблю дудликов и не люблю вот эти вот лишние детальки но я дам возможно даже что-то отсюда уберу проигнорирую там еще как-то посмотрим ну клетку вообще изначально когда я не всматривалась в саму иллюстрацию в детали я думала что клетка она будет ну такой золотой клеткой стандартный но потом я подумала что для кербе это как-то слишком уж обычно и поскольку здесь идет вот видите как вот эти вот прутья они переходят в зелень но пусть тогда это будет что-то зелененькая сделаю это зелеными металликами вот наверное и а здесь вот я не знаю наверное металлик плавно перейдет в какие-то обычные карандаши возможно те же самые манделузы единственное что фон я люблю делать тоже манделузами но здесь это не получится потому что если вот здесь как мы видим ничего не раскрашено то то здесь уже раскрашенная и фон сделан сухой пастелью вот здесь манделуза тут пастель и пастель она водоразмываемая если я здесь воду начну лить там тоже может быть неизвестно что не хотелось бы портить иллюстрацию поэтому да а кстати еще с той стороны он розовое протекло так что я прям правильно розовый цвет подобрала вообще отлично вот но правда но здесь тогда я тоже сделаю в следующий раз фон сухой пастелью ночью просто надо еще посмотреть что с этой стороны ну да надо еще здесь учесть фон может быть сначала будет если манделуза то сначала это иллюстрация пойдет а потом эти как-то так вот до проблема наверное надо в каждой раскраске фон делать только одними материалами чтобы не было вот потом проблем так сейчас я остатки сухой пастели вот ли лишнее сниму потому что я перед тем как красить клетку решила голубого добавить так беру берлинга металлик хотя сначала я посмотрела на биджи почему-то подумала что мне нужно два одинаковых цвета но вернее отличающихся по оттенку хотя теперь понимаю что я же клетку собралась красить зачем мне это нужно но в общем ладно в итоге взяла берлинга а так они мне идти и другие нравятся так что сейчас раскрашу хочу чтобы тот был такой металлический блеск ну всяко же это металл осуществлю задумку свою ну а дальше будут на и на обычные карандаши или манделуза что-то такое так но и вот здесь вот закрашу эти стебельки тоже надо не забыть пройтись так ну вот так ну вот блестит и теперь надо размыть птичку я вот просто вбиваю как бы так вот воду пигмент просто чтобы активировать и за счет воды она немножечко растекается самую малость получается естественно и вот яркие пятна они не смазываются ну и продолжу раскрашивать светло-сером сначала хороший цвет такой оттенок классный лапки и теперь потемней тоже я в основном так в хаотичном порядке теперь самый темный тут где уже затемнение показаны и немножко розовый розовый тоже в хаотичном порядке наугад понемногу чисто чтобы повеселее было вот ну это также размой вот здесь я спокойно размазываю краску а здесь уже час лапки и теперь так похлопывающими движениями слегка чтобы все таки именно видно что здесь три цвета плавно перетекающих друг в друга так вот здесь за контур заехала на слава богу не размыло и теперь вот надо дорисовать еще немножко и вот клюв забыла сегодня у меня по ходу действия день кербера за носа но мне это нравится потому что это иллюстратор очень классный вот ну и пока в той раз краски птички сохнут я приступлю к этой потому что там как я уже сказала планируется сухой фон и соответственно нужно чтобы все хорошенько высохла я выбрала вот эту иллюстрацию вообще мне здесь как-то легко далось как и предыдущие разы мне легко удалось выбрать иллюстрацию потому что ну не знаю здесь вот нравится мне все иллюстрации нет но кербе вообще хорошие просто здесь она преимущественно я как-то вот открываю выбираю прям под настроение сейчас пожалуй вот я просто вот так вот раз открыла раскраску но не на камеру а перед этим то что я уже видите здесь закладка лежит и как-то даже открылась не просто та иллюстрация которая мне нравится даже теми материалами которыми мне хочется пораскрашивать здесь вот вот подойдет идеально я просто планирую вот эти корни но это же наверное похоже на корни наверное это скорее всего так я сделаю стандартно каханур magic а вот вот это все это будет металликами единственное что я не знаю буду ли я использовать те металлики или буду использовать набор биджи металлик посмотрим ну я еще не решила там надо будет посмотреть что больше подойдет что мне больше понравится ну в общем процесс как всегда покажу приступим к раскрашиванию уж очень я люблю эти коричневые magic и каханур как вы знаете и китс фэнтези просто обожаю я стараюсь красить сейчас по направлению на вот прорисовки как автор задал направление так и красить потому что за magic то тоже дает эффекты такие полосочки поэтому тут мне кажется очень хорошо когда красишь прям именно как автор задал тогда получается особенно хорошо вот когда вся страничка будет заполнена я думаю что должно быть так эффектно потому что я уже раскрашивал одну иллюстрацию вот которая также а черный фон там правда много было листиков когда все это заполнилось получилось довольно классно еще карандаши блестели получается такой блеск далее и интересно на самом деле вышло так что надеюсь и здесь тоже получится но я камера на камеру чуть-чуть покрашу вот и немножко металликами не везде конечно легко красить за счет тонких линий карандаш толстый но все таки так в очередной раз выбор в пользу берлинга но повторюсь по качеству это и другое нравится мне сейчас нужно золото чтобы несколько оттенков было сейчас я их тестирую так это вообще черный посередине пробую что еще так ну приступим основное будет светло золотой и добавлю но я еще как бы не совсем уверена в правильности выбора это уже в процессе что-то подправлять буду попробуем интересно даже но вот наслаиваются хорошо смешиваются мне нравится сверху пройтись так и черным немного ну что ж вот такое получился у меня хобби влог показала вам немножко сам процесс так для разнообразия ну и сейчас я уже дальше продолжу раскрашивать в течение дня потихоньку потому что мне нравится эта иллюстрация правда я не знаю все у меня будет такого цвета или нет скорее всего все может быть еще что-то сюда добавлю посмотрим вот в любом случае все можно поправить если вдруг что-то мне не понравится а это видео я буду завершать если она понравилась ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик чтоб не пропустить новое видео и в мой инстаграм заглядывайте три семерки рыжи три восьмерки под видео всякие интересные ссылки я благодарю вас за просмотр хорошего настроения здоровья вдохновения уютных раскрашивательных вечеров увидимся с вами в следующем видео всем пока пока